В темную ночь ты, любимая, с нами спишь На войне, в быту и за станком. Неважно, сколько тебе лет, песня всегда объединяет людей. Что сегодня, что 74 года назад. Музыкальные произведения, которые появились во время Великой Отечественной войны, это наше наследие. Уникальные песни, которые создавались как профессионалами, так и обычными людьми. Мне нравятся такие песни. Они за душу часто цепляют. Что меня повело на это, ну не знаю, я хотела петь с оркестром вживую, первый раз. Но я даже не ожидала, что пройду, потому что были соперники очень серьезные. Ну не трудно, когда это прочувствовано. Оно идет само. Поэтому я даже очень рада, что такие дети участвовали. Для меня это открытие, что они с такой душой и чувством все это исполняли. Значит, они тоже пропустили это через себя, через свое сердце. Победители конкурса «Бессмертные песни о войне» вышли на сцену под аккомпанемент Академического симфонического оркестра, а помогали им солисты городской филармонии. Такое количество песен о войне не создал ни один народ в мире. И причем среди этих песен о войне есть подлинные шедевры, шедевры мирового уровня. Такие песни, каждая из которых – это целая симфония. Участвовать в конкурсе «Бессмертные песни о войне» мог любой житель Самарской области. В итоге финалистами стали 80 человек. Победители не только выступили в городской филармонии. Все они примут участие в концерте, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Кирилл Козин, Александр Каракулько, Новости губернии.